главное меню крайне симпатичная настроечки все в общем очень приятно дизайн классный типа идет ролик причем на движке игры при этом детализация солдат не такая уж плохая хотя это по идее те же юниты которые когда вид сверху и так далее хотя не знаю может чуть получше сделано хрен его знает но они конечно страшненький но с учетом того что все таки стратегия перед началом игры идет офигенный такой брифинг подробно все рассказывается нормально четко вообще причем вообще не хочется это пропустить приятно прям слушать и так вот идет игра сразу скажу что она не тормозит летает это крайне приятно давно уже не играл стратежки которые так летают какие особенности особенности очень прикольные офигенно проработана игра просто офигенная такого не встречал правда блицкрик не играл может там также еще в чё то но тем не менее проработанность просто блин и ужасное скажем так в хорошем смысле то есть от пехота они могут укрываться за всем они просто тупо юниты какие то блин не пойму это мои не мои что их выделить не могу нихера я только этим видимо могу управлять вам неважно пехота они могут за всем укрываться дальше каждый пехотинец он в некотором роде он у него короче есть инвентарь прикиньте инвентарь у него есть то есть жмем какую кнопочку вот но это чувака немного в инвентаре у него тут пистолет пули нож м24 на 5 пт какая-то хрень такой приятный инвентарик это у каждого причем бойца есть представляете дальше очень приятный интерфейс очень приятный такой для приятно смотреть езди везде есть подсказочки все естественно на русском даже имена по моему каждого есть холса и так далее дальше бронетехника херена просто проработана то есть все реально от бронемашину него написано sd kfz 222 ночи реально такая была пушка 20 миллиметров к вк-30 пулемет экипаж скорость и такой техники тут навалом я продучил начале игры но подозреваешь навалом вот танк танкетка пазы кпф 1 асфб то есть все вообще эти харки не просто до какой-то там о вроде похож там или т-34 похож да и ладно как бы а все харки смотреть как стреляет приятно до огонь от как офигенно она трясется как бы детализация конечно не очень по современным меркам но во первых если отдалить очень классно все равно и даже сблизи как бы все равно прилично то есть это все-таки стратегии все-таки 2008 год дальше от всякие домики есть тоже очень приятно выглядят всякие вот видим даже ящички там с любовью так сделано непонятный ящик 3d не 3d но не суть итак воины могут за всем укрываться дальше у них можно управлять там не знаю взять и только гранатку бросить представляете то есть берешь там гранатку выбираешь в комментарии у него есть действие там счет у него просто такая стадия один чувак всего лишь у него нет ничего а так в принципе выбираешь гранатку и хоп бросаешь есть записная книжка в которой диалоги где предыдущие ну как журнал общем карту можно двигать вообще прикольно хоп-хоп увеличивать ее размер опа вот он такой здоровый стала блин вообще ни одной игры не припомню где так можно прозрачность соответственно очень понятно просто вообще классно задание на миссию и как бы тут все так очень приятно нарисовано четко это тоже на самом деле большой плюс вот можно посмотреть еще элементы техники то есть откуда грузовик бензовоз машины бензовоз скорость 25 мотоциклик мотоцикл бмв б-12 и все такая площадочка эти стоят у них различное оружие то есть мы видим у него до пулемет какой-то мог может быть винтовку может быть вообще чего угодно снайпера есть блин просто шикарно вот другой какой-то грузовичок уже крытый здесь вот видим когда видим попадает то есть тут всякие ну взаимодействие вот что разрушилась пыль летит от мешков то есть это придает офигенный динамизм игре тут вот какой-то уникальный юнит в этой фуфайки или как ее там называют огонь очень классно сделан то есть да видим как стреляет прям красотища какая-то они анимировано то есть двигаются они как там застыли и все такая деревенчика все продолжает долбить лес он прикольно сделан он тоже шевелится будет лизаться весьма прилично кустики какие-то земля неплохо да он даже трава есть классно вообще здесь можно даже бегать внутри зданий при этом крыша вот так вот просвечивает и внутри даже что то есть фигеть также можно лечить у него в инвентаре есть ну если есть мед пакет его можно нажать у него хелса восстановится он там все будет бошку перевязывать офигеть убитого врага можно взять его то что у него было потом берешь и меняешь инвентарь то есть у него был пистолетик ты взял автомат ему положил в руки шедеврально конечно получается такой и стратегии в то же время такой очень мелкий контролинг при этом ты можешь в эти машинки забираться и ездить в них офигенная физика при этом разрушаемость то есть смотрите вот он едет по заборам и хопа хопа сейчас все будет ломаться блячит не очень ну чё-то поломалась что-то не поломалась сейчас пытаемся побольше сломать во заборчик упал вот все рушится хоп хоп то есть вообще какое-то волшебство прям ну деревушку я домик вряд ли получится на бензовозе сломать но сортир может быть получится а точно так ща вот выйду блять как выйти того хоп дверь прямо открыл как уже то пипец и вышел хоп вошел ща пытаемся вот этот танчик отхерачить противотанковой гранаткой вот он хопа и пиздец танчику просто что касается техники то вообще просто класс я очень правда не так много начинаю за ссср играть как бы нужно часа два проиграл это где-то примерно третья миссия то есть тут каждый танчик реальный опять же я уже немного про это говорил от bt 7 к примеру то есть всякие характеристики нарисован он конечно если приблизить не сверх достаточно фигово но все равно очень прикольно именно что это как бы абсолютно такой настоящий танк здесь не только вот есть ты там т26 где он там нахрен этот гребаный т26 а вот т-34 к и это начало войны то есть тогда такие были танки подозревая что чем дальше играть там появится новый т-34 85 там с возможно еще чет вот т-34 как бы и здесь каждый танк это как бы силы это не так как во многих других там типа cnc когда там 20 танков собираешь их тут куда-то кидаешь здесь каждый танк как бы мощная такая хрень правда его и вывести достаточно легко на самом деле если противотанку и в него кинуть то он там сразу откинет копыта но для этого нужно близко подкрасть этой пехоте что в общем то не так легко здесь нету заводов каких-то строить так далее тебе дают какую-то армию скажем так и ты с ней пытаешься нот в случае ссср начальных стадий предположим сдержать наступление этих самых фашистов вот они наступают при этом даются очки они постепенно не знаю как накапливаются можно вызвать какую-то технику то есть танк пехоту еще чё то такая знакомая тема по компанию героев к примеру также был но здесь конечно это прикольнее потому что тут же компанию героев там как поебанутым честно говоря было отряд целые ты не мог одним управлять здесь ты можешь каждому управлять пипец это бизона я подозреваю точно бизон скорее всего так вот здесь вообще каждым юнитом можешь управлять они так что у у тебя отряд там три человека погибло 4 бежит и ты только как бы отрядом этим управляешь так все мои танки выявили то есть видите сколько такое сражение идет вот фрицев сколько танков выявили моих то есть вообще на самом деле здесь от игрока не так что много зависит я подозреваю то есть нужно пару действий каких-то сделать правильных и победишь больше как бы смотришь наблюдаешь как бы прикольно в общем как они отстреляют проработанность как бы высокая на самом деле наступление идет по широкому фронту ты просто принципе не можешь как бы за всем уследить ты чё ты пытаешься сделать но по-нормальному не получается тем более технику может очень быстро уничтожаться вроде вот он стоит там танк стреляет а хоп потом чуть погодя посмотрел его уже нахрен нету пиздец ему пришел вот он стоит как бы нам тут спрятался а если его бросить туда вперед то он потом в какой-то момент раз смотришь а ему же кранты вот смотрите какая физика то есть видите он ехал и сносил на своем пути эту хрень ему отшибли гусеницу то есть это вот нарисовано башню может снести вот взрывы вообще классные потом когда горит неплохо так горит вот видим дым да эти вот выбежали вот горят они танкисты короче то есть вообще пипец как все сделаны побегал упал как бы у него у танка не только пушка стреляет но вот есть пулемет он тоже короче стреляет просто адски все сделано графика такая в общем она и хорошие в то же время по современным меркам не сам конечно крутая то есть здесь как я говорил ее дофига всяких деревьев так далее но в то же время приблизить то несколько похуже будет текстура несколько похуже но все равно очень классная она скажем так немножко мультяшная а вот какой-то определенный момент опять настал в общем игра просто конечно офигенная рекомендую поиграть о кавы кавы танки а это кавы с этой с башней пипец вообще то есть просто супер сделано всем рекомендую просто поиграть посмотреть прям я уже не отрываясь два или два с половиной часа играю но надо просто это бросить потому что есть другие дела но сами понимаете что не в каждую игру захочешь вот так взять и и играть прилично в общем она реально стоит в нее поиграть вот кавышки пошли блин ну пипец теперь ты их все знаю из-за world of tanks если бы я поиграл в эту игру до того как поиграл world of tanks я бы сказал блин с одной стороны классно сброса чё за танки непонятные а ща то я все наизусть знаю вообще просто пипец